Мы в прямом эфире. Окей, теперь попробуем из контекста извлечь более меньший объём, но очень важно. Когда по каким-то причинам, причём совершенно неважно, по каким, субъективно вы сами себе объясняете или другим объясняете, вы пришли к выводу, что стоит позаниматься ДФС. Есть традиционное начало, и в нём заложен определённый смысл. Но интерпретация этого непростая. С чего всё начинается? С того, что с помощью так называемого огненного цветка мы создаём внутри нашего тела потоки энергии, идущие извне вовнутрь. То есть с рук, здесь, через темечко и через подошву. Что само по себе утверждает, что вокруг этой энергии есть. Но можно и не задумываться об этом, просто пытаться это как-то в себе сорганизовать. Возникает эффект того, что мы называем энергопроводимость. То есть огонь из вне вовнутрь проникает, определённым образом структурируется в огненных шарах первого, второго и третьего центра. Оттуда вырастают соответствующие потоки в руки и в ноги. Это идёт такой процесс. И дальше начинается очень важная часть, принципиально важная, под названием огненная пульсация. Огонь сжигает из тела всё лишнее, больное. Ненужное заклинание такое, самовнушение. Но практически мы выходим за пределы поверхности тела, и вот эта энергия, которую мы берём извне, изнутри, через эти самые наши построенные линии, уходит наружу и входит обратно. То есть вот начинается то, что мы называли пульсация. С течением времени формируется огненный шар вокруг, внутри которого находится тело как таковое. И этот шар пульсирует, это назвали сфера. То есть это и пространственные ощущения, это, я имею в виду эти первые две части, и резонирование с пространством на определённой частоте, которая названа огненной энергией. Это и управление потоками этой, и внутри, и снаружи. Следующий важный момент, который происходит вследствие таких попыток упражнения, так, кроме формирования функциональной системы, да, как мы знаем, на неё нужно в среднем 30 дней, то есть 30 дней подряд выполнения, или попыток выполнения, происходят нерефлексируемые изменения в восприятии. Человек начинает, чаще всего неосознанно и не рефлексирует, видеть то, что раньше не видел, слышать то, что раньше не слышал, ощущать то, что раньше не ощущал, переживать то, что раньше не было. Всё это в общем виде называется повышением чувствительности. То есть происходят изменения восприятия. В него добавляются новые объёмы. Я имею в виду просто восприятие как таковое, которое постоянно присутствует даже во сне, как известно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...